В четверг, 31 января, в зале торжественных приемов правительства Рязанской области прошла церемония награждения победителей и лауреатов смотра конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования региона. Награду руководителям организации, победивших на конкурсе, вручила министр образования Рязанской области Елена Буняшина. Мне хотелось бы поблагодарить именно Союз, Союз образовательных учреждений и тех людей, которые сегодня выполняют важную задачу развития социально-экономической Рязанской области. Я знаю многих, вот сегодня присутствующих предприятий, которые помогают участвовать в жизни наших образовательных учреждений. Это и детские сады, это и школа, это и дополнительное образование. Когда ты делаешь что-то только для себя и кому-то об этом рассказываешь, сквалишься, ну, человеку, как устроен, тебе больше будут заведовать. А когда ты делаешь для других, то эта радость размножается. Мне хотелось бы поблагодарить всех сегодня, особенно сидящих в этом зале, за равнодушие, за то, что не только время тратится на те заботы, которые есть на предприятии, но и часть своей души, часть своих сил и, конечно же, финансовых средств отдают нашим детям. Я думаю, что вот этот конкурс, который проходит седьмой раз на территории Рязанской области, помогает нам понять, что это было. Помогает нам создавать ту платформу, платформу, с помощью которой Россия восстановит и восстанавливает те позиции, которые тысячелетиями были. И мне не хотелось бы сказать, когда было раньше. Все, что было, это хорошо. Мы сегодня должны понимать, что мы сегодня живем, и что у нас должно быть и есть получает, в том числе и наши дети. Большое всем спасибо. Здоровья, любви, добра. Намного успехов. И если говорить о тех процессах, которые идут в образовании, мы много раз говорим, знаем, как лечат, как учат. По этому все обсуждаем. Мы редко, когда обсуждаем, редко кто хорошо знает строительство, редко кто знает инженерное дело. А вот в нашей сфере все очень любят давать советы и где-то порубить. Хочу сказать, что система модернизации российского образования за последний вот этот третий год модернизации достаточно большие средства вкладываются. Ну, конечно, если мы посмотрим, что некоторые школы 50 лет не ремонтируются, некоторые 25, у нас еще с вами есть возможность помочь нашим образовательным учреждениям. Спасибо, здоровья, добра, любви и новых успехов. Продолжение следует...